Спасти жизнь. Такая возможность есть у каждого жителя республики. При этом человек, которому необходима помощь, может находиться в любой точке России. Ильгиза Шахидинова – одна из тех, кто решил стать потенциальным донором костного мозга. Охота помочь человеку, больному раком, и охота знать, что в мире есть такой же человек по фенотипу, как и я, по ДНК. Процедура сдачи крови на типирование представляет из себя обычный забор крови на анализ из вены. У потенциальных доноров берут 20 мл крови. Этого достаточно для определения фенотипа. Далее пробирки с кровью отправят в Санкт-Петербург. Там проведут генетическое исследование. Здесь анкета донора. Здесь соглашение тоже, свои данные указываешь. Максимально такие нужны контакты, чтобы через, допустим, даже 10 лет, чтобы нашли себя. Данные о типировании в анонимном виде будут занесены в Национальный регистр костного мозга. В настоящее время в регистре содержится информация более чем о 57 тысячах потенциальных доноров из многих регионов России. В первую очередь, конечно, донора ищут из родственников. Но если среди родственников не нашли, значит, начинается уже поиск по регистру. Это очень долгая и кропотливая работа. Чтобы по полному токаневому совместимости, чтобы донора найти, это надо перебрать примерно около 30 тысяч доноров. Национальный регистр доноров костного мозга носит имя Вася Перевозчикова – мальчика из российской глубинки, которому вовремя не нашлось донора. Ежегодно в России выявляют около 6 тысяч детей, больных ликозом. Для многих трансплантация костного мозга – это единственная возможность выжить. Но для этого необходим уникальный генетический близнец. Еще несколько лет назад в России не существовала своей базы потенциальных доноров костного мозга. Их искали в зарубежных регистрах. Поиск доноров в таких базах стоит более 20 тысяч евро и занимает многие месяцы. Но даже это не гарантирует, что спаситель будет найден. Создавать свой регистр очень важно, поскольку Россия многонациональная страна, здесь пестрый этнический состав. Поэтому очень важно, чтобы множество людей вступало в национальный регистр. И когда человеку требуется пересадка костного мозга, можно было найти его генетического близнеца. С помощью национального регистра в России уже произведено более 100 трансплантаций костного мозга. И это только первые результаты. Стать потенциальным донором может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого необходимо не иметь противопоказаний к донорству крови и ее компонентов. В настоящее время в регистр уже включены более 150 жителей республики. Алина Гребешкова, Роман Попаушев, Городской телеканал ЮТВ.